Народ, всем привет! Всем здрасте! Ну что, мы вернулись в Сибири. Не с пустыми руками. Да, видос вы о нашем путешествии по Сибири еще увидите. А сейчас у нас очень важное дело. Виктор, который нас приглашал в гости в такое микро путешествие по Красноярскому краю, Подарил нам мега-подарок. Да, знаете, что это такое? Это вкусная рыба. Северная. Да, ее тут много. Сразу мы ее не съедим, дарить мы ее никому не собираемся. Да, тут ее где-то 17 килограммов. И надо ее будет быстренько подготовить для длительного хранения. А что нам для этого нужно? Вы увидите. Видите, Мишаня, как урка. Никогда не берите зубы-нож в острой стороной к себе. Всегда от себя, от себя. Да, а то будете гуем пленить. Это техника безопасности. Давай, Мишаня, скрывай. Разделим и делим. А что тут делить? Это мне, это снова мне, это опять мне, это всегда мне. Узнаю тебя, Василий. Ребята, рыба просто бомба. Нам в прошлый раз угощали, ее присылали. У Мишки была неделя рыбная. Да. И что удивительно, не надоело. Ну тут рыба обычная, там селедка, мойва, килька. Да, то есть вот сибиряки ее так называют. Килька, мойва, селедка. Ну-ка, как пахнет-то, дай-ка, понюхуй. Нос мне не отрежь. Ой-ой-ой, какой запах. Ну давай, выкладывай на стол. Так, холодненькая здесь все. Холодненькая, конечно. Ай-ай-ай-ай. Все подписано у нас. Ой-ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой-ой. Что там? А ну всего-то Чир, Омуль, Муксум. Все как обычно. Все свеженькое, недавно пойматое. Так, так. Так, это у нас господин Омуль. Омуль. Давай открывай вторую коробку. Так, так, так. Пересохло от волнения. Такие запахи раздаются. Мммм. В принципе, уже поели. Во. Понюхал и будешь. Да, хватит тебе. Ой, Виктор, спасибо тебе большое. Да, богато. Вот эти сибирские мойвы, это, конечно, шедевр просто. Просто шедевр, ребята. Так, что у нас здесь? Так, а мне кажется, они одинакового формата у нас. Я думаю, да. Ну попробуй, да, выложим вот сюда вот. Давай. Так, это у нас Омуль. Это у нас... Не знаю. Ну, клади. Это тоже выглядит аппетитно. Так. Это у нас... Рыба на боку О. Это у нас Муксун. Здравствуй, Муксун. Это у нас Чиры. 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 Муксун. 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 Ну, примерно, да. Одинаковое количество. Так, этот у нас такой. Это Нельма. Это вот самая невкусная рыба. Да, самая противная мойва какая-то может быть на сайте. Слушай, ну, мне кажется, да. Раз-два-три. Раз-два-три. И вот такой пакет и такой. Значит, нам поровну, да. Разложили. Ну что ж, а теперь для того, чтобы нам эту рыбу сохранить, потому что съесть мы ее не успеем, а как говорили мы делиться ее не будем. Не будем? Ни за что. Не будем. Нормально. Мы никому это не покажем. Да, мы покажем этот видос, выйдет после того, как мы все съедим. А потом приходите в гости, друзья. Поедим с вами Астраханской тараньки. Да. Тоже очень вкусная штука. Ну что ж, ребят. Сейчас будем заниматься разделкой и раскладкой. Это у нас чир холодного копчения. Голову мы ему отсекаем. Причем нам поможет якут от стальных бивней. Так, голову мы ему отсекли насмерть. Ну и этого, наверное, рыбку мы делаем на три раза, да. Хотя нет, можно и на два. Вот так вот, на два раза. Костя, не костя, ему все пофиг. Так, теперь мы берем омуля. Омуль. Омуль у нас особенный, повышенной омульности. Голову ему. Оп. У нас голову любят коты. И рыбку пополам делаем. Ну что ж, я не буду вам показывать, как я буду резать всю рыбу. Скажу одно, что ножами от стальных бивней это делать достаточно легко, а тем более якутами. У меня жена им пользуется на кухне. Этими ножами ей очень понравилось. Приступим к вакуумации процессу. Поехали. Мы будем рыбу вакуумировать, потому как только так нужно ее сохранить свежей и вкусной. Запаиваем пакет. Пакет запаиваем. Берем омуля. Засовываем в пакет. Большой пакет сделал, но ничего страшного. Засовываем. Вот так вот. Вот так вот. Закрываем. Нажимаем кнопочка. И выкачиваем из мумуля все, что можно. Все, наш омуль готов для длительного хранения. Подпишем его, что это у нас омуль. Омуль какой сегодня у нас? Двенадцатая, да? Девятнадцатая. Двятнадцатая, двенадцатая. Все. Вот такая получилась красивая упаковка. Нанесли на нее дату. И вот в таком виде омуль сможет пролежать полгода вообще без каких-либо изменений точно. Больше не обещаю. Сожрем. Так, следующий кусок поехали. Процедура очень простая. Берем, отрезаем пакет сколько нужно. Такие пакеты продаются рукавами по 5 метров. Стоимость где-то около 300 рублей. Если купить сразу коробку, то там выходит 10 рулонов почти бесплатно по акции. Где купить этот вакууматор, будет ссылка в описании к ролику. Получите скидочку также нашу. Если скажете, что вы с канала Герасим Шир, получите скидочку. Есть вот такой вот вакууматор. Этот вакууматор несколько такой продвинутый, скажем. У него есть вот здесь, ребят, сепаратор для отделения влаги. Потому что если обычным вакууматором что-то влажное сильно вакуумировать, то влага попадает в насос и он перестает работать. Здесь же есть сепаратор, который можно слить. Если у вас влажная слизь с рыбы, там, кровь с мяса, там еще что-то. Вот. Есть более простой еще вакууматор моделька. Этот стоит около 7000 рублей. Тот стоит что-то полторы тысячи. Он прямо на магнитиках, на холодильник. Раз вы прилепили, он маленький такой вот. Ну, он просто сухой вакууматор. Как бы не автоматически там все вручную в режиме делается. И вот так же можно приобрести в магазине. Если вы скажете, что вы с канала Герасим Шир, то получите скидку. Гарантированно. Вот так все легко и просто делается заготовка продуктов для длительного хранения. Это также может быть свежая рыба, мороженая рыба. Ну, любая. Вот она не окисляется от кислорода. То есть жир не начинает горчить. Она, рыба не расслаивается, не рассыхается, как обычно в морозилке. В обычный пакет, сколько бы пакетов не завернули, все равно будет происходить испарение, вымораживание влаги из рыбы. И она начнет слоиться. Все. Готово. Пишем, что это омуль. Когда был засунуть сюда. Замечательно. В общем, вот про такую интересную вещь мы вам расскажем. Не будем вас мучить, как мы сейчас будем вакуумировать всю рыбу. Ну, это ни к чему просто. Зачем? Вы сейчас слюной захлебнетесь все. В общем, приобретайте такие вакууматоры. Кто много охотится, много рыбачит. У кого есть, даже ту же зелень вакуумировать. Вот по осени мы взяли, завакуумировали зелень. И взяли ее потом зимой достали, скушали мороженую. Она не имеет запахов. Это можно в морозилке в одной хранить и рыбу, и мясо. Допустим, у меня разные морозилки под рыбу, под мясо. Здесь же можно все хранить в одной морозилке. Запахи не перемешиваются. Всегда вы достаете чистый, свежий продукт, без каких-то примесей. Расходники. Вот такие вот пакеты. Они есть шириной, насколько я помню, 27 сантиметров. Длиной он 5 метров. И есть вроде 20 сантиметров еще шириной. То есть под различные нужды в него можно замотать хоть, я не знаю какую, вот такую рыбу можете замотать. Можете хоть 5-метровую взять и завакуумировать, что очень удобно. Также есть просто конверты уже готовые. Но, мне кажется, рукава все-таки использовать удобнее. По акции, приобретая там коробку таких пакетов на 40 штук, их вы платите за 30 штук. То есть стоит она там вроде бы 1000 рублей. Около 300 рублей вот такой пакет стоит. Сам вакууматор стоит около 7000. Ссылочка в описании. Заходите, смотрите, покупайте. А мы будем готовить к хранению наши сокровища. Вон у нас его сколько. Вот сейчас, чтобы это все быстренько завакуумировать, сделать, сохранить, что-то оставим на Новый год какие-то. Не будем вакуумировать вещи. Остальное засудим морозилочку и долгими зимними вечерами будем доставать и вспоминать Сибирь. Виктору еще раз большое спасибо. Всего хорошего. Пока. Стоп. Какой пока? Если кого-то заинтересовали ножи, кстати, эти ножи сейчас будут не только якуты, остальные бивни будут делать и обычные ножи. Также ссылочка в описании. При приобретении скажите, что вы с нашего канала. И вас ждет тоже гарантированная скидочка. Ну что ж, ребят, вот о таких полезных вещах мы вам в очередной раз расскажем. Причина этому вот такое количество рыбы. Вы спросите, когда будут видосы, когда там путешествия и прочее, прочее. За окном у нас, ребят, плюсовая температура. Льда нету в Карелии, льда нету тоже. Скоро будут. Ждите, через несколько дней пойдут первые видео из нашего путешествия по Красноярскому краю. Так что немножечко терпения. Все будет хорошо. Пока.